На нашей жизни здесь, в нашей жизни. Я буду пытаться дать своё понимание, делиться своим опытом. И это знание не помешает, оно даст возможность. Знание всегда сила. Какой бы человек обстоятельства жизни не имел, всегда знание даёт ему силу побеждать эти обстоятельства. Итак, энергетика мегаполиса. Как избежать перенапряжения? Надо понять, в чём разница вообще сельской жизни и жизни в городе. Разница заключается в том, что люди в городе хотят развития. Они хотят иметь больше средств на жизнь. Они хотят иметь больше влияния, власти, отношений, общения, знания. То есть люди, когда приезжают в город большой, цель жизни в этом городе — это возможность развиваться, больше понять этот мир, больше соприкоснуться с людьми. Например, я не читаю лекции в деревнях вокруг Питера. Я приезжаю в крупный город. Здесь больше возможностей получать знания в этом городе. Но, соответственно, эта возможность получать знания, она также даёт какие-то определённые недостатки в жизни. Первое, что нужно понять, все люди, которые приезжают в город, они пытаются победить судьбу, они напряжены. А всегда атмосфера города, она всегда состоит из атмосферы каждого человека, который находится в этом городе. Например, в этом зале находятся люди, которые способны слушать кого-то три часа. Потому что если бы вы не были способны слушать три часа, вы бы и не пришли на лекцию. Если вы способны слушать три часа, это значит, что у вас очень хорошее сердце и сильный разум. Сразу два фактора. Очень хорошее сердце и сильный разум. И это также значит, что три часа пребывания в атмосфере таких людей — это великое благо. Вот вы просто сейчас попытайтесь почувствовать атмосферу, в которую вы попали. То есть вы попали в атмосферу людей, которые склонны к тому, чтобы постигать истину. То есть они удивительны, это самые лучшие люди в этом городе. И если вы сейчас придадитесь этой атмосфере, это будет маленький город внутри города. Понимаете, эти три часа, они станут для вас очень значимыми в жизни. Вы сможете очень много что почувствовать и понять. Потому что атмосфера, она всегда является главной в жизни человека. Это та сила, которую человек не может победить своими силами. Он всегда зависит от атмосферы в том месте, в котором он живет. Есть три фактора, которые влияют на человека максимально, сильнее всего. Первый фактор называется время. Например, время меняет тело человека. А от тела зависит очень сильно восприятие. Например, когда человек находится в детском теле, его восприятие мира колоссальным образом отмечается от восприятия мира в теле пожилого человека. Это очень четко надо понять в своей жизни. То есть время так влияет, что меняется наше восприятие, потому что меняется тело. Также женское тело и мужское тело возникло в результате влияния времени. То есть время пришло, человек рождается в женском теле. Время пришло, человек рождается в мужском. Другими словами, время является главным фактором. И мы ничего с этим фактором не сможем сделать. Например, пришло время человеку получать знания. Есть две стадии в жизни вообще. Первая стадия — получать счастье в жизни, а вторая стадия — получать знания. Потому что когда человек получает счастье, он не будет получать знания в это время, он расслабляется. Чтобы получать знания, нужно напрягаться. Как вы думаете, что важнее в жизни — получать счастье или получать знания? Человеческая жизнь предназначена для знания Для счастья предназначены животные формы жизни Животным не нужно знания Они рождаются животными, чтобы отдыхать от трудностей судьбы Поэтому у них и нет памяти о плохом сильно То есть они даже толком и не соображают, что они страдают Например, собачка бегает на улице, она толком и не соображает Что ей какие-то трудности есть Потому что цель рождения в этом теле другая Цель рождения в человеческом теле — это знание Поэтому человеку очень трудно получать счастье от обычных вещей Таких как пища, сон, всегда какие-то с этим проблемы Всегда проблемы с интимной жизнью, со сном, с пищей У человека много проблем в этой связи Но у животных нет проблем Итак, человеческое тело предназначено для знания И бывает время, когда у человека в жизни счастье А бывает время, как сейчас, когда нужно менять свою жизнь Работать над собой, чтобы быть счастливым Просто так счастливым быть невозможно Потому что пришло такое время Вы должны понять, что время — это самая главная сила, которая движет нашу жизнь Это энергия Бога, самая могущественная энергия Бога, которая влияет на нашу жизнь Время всё движет вперёд Означает к экзаменам Тело чем старее становится, а с самого рождения оно стареет Тем больше экзаменов идёт от этого тела Тем тяжелее поддерживать в нём жизнь Чем старше человек становится, тем больше груза в жизни он получает Тянут к дну боли, груз, прошлых ошибок Груз, боли, грусть, прошлых ошибок, груз Ну и пусть Всем своим гедам на зло Как бы моя жизнь и такая уже плохая Да? То есть Мы знаем, песня в песне поётся правда Итак Время пришло И пришли трудности в этот мир На нашу землю Сейчас наша земля переживает тяжёлый период жизни Накаляется атмосферой Так время это самый первый главный фактор У нас просто вставит перед фактом нашей судьбы Второй фактор называется место Потому что в это же время кто-то живёт в деревне, а кто-то живёт в городе И жизнь она колоссальным образом отличается одна от другой В городе живут те люди, которые должны развиваться А в деревне живут те люди, которые или не хотят развиваться, то есть находятся в невежестве Или которые уже развились, или находятся в благости Когда человек уже понял, что ему надо делать в жизни, как ему жить, ему не обязательно дальше оставаться в городе Он может поехать и жить просто на природе Потому что природа даёт человеку всё Она даёт ему здоровье, даёт ему счастье, даёт ему отношения На природе легче строить отношения, любовь, энергия любви исходит от природы Но в городе, когда человек живёт, он если не вкладывает в развитие свои силы, не работает над собой Не ставит себя в те условия, в которых он самое лучшее общение, самое лучшее отношение получает Вот вы сейчас на лекцию пришли, это и есть кульминация жизни в городе Для этого человек живёт в городе для того, чтобы развиваться Но если человек просто работает в городе, работа, дом, работа, дом, он не развивается как Личность Тогда он зря тратит время в этом месте Жизнь в городе предназначена для того, чтобы больше узнать, больше понять, больше развиться У вас там где-то ваше место, да? Ну можете, допустим, сесть на пару рядов подальше, вон там три места свободных Нет, вы не хотите? Вот рядом с девушкой, вот там есть место, вот она ручку подняла У вас несовместимость, вы с ней будете сидеть и счастливы друг с другом Может даже познакомиться Город — это место, где мало природы, много камня Камень даёт человеку напряжение, особенно искусственное Всё искусственно сделанное напрягает, всё естественное снимает напряжение, даёт силы Когда человек создаёт очень много всего делает, тут это напрягает А если много природы вокруг, это расслабляет, снимает напряжение Когда люди стремятся к развитию, это тоже напрягает, они суетятся, они куда-то бегут, куда-то спешат, пытаются победить судьбу Это тоже напрягает Когда наступает тяжёлый период жизни во всей стране, то большие скопления напряжённых людей дают ещё больше напряжения Чем если бы эти скопления были маленькие Особенно если люди удручены жизнью Потому что есть такие районы в городе, где люди в основном не склонны к самосовершенствованию И просто живут в городе для того, чтобы иметь получше зарплату То есть совершили ошибку в своей жизни Потому что город предназначен только для развития Если человек для развития в городе живёт, он счастлив Но если он живёт просто для того, чтобы работать где-то, то лучше поехать на природу Потому что там выживать гораздо легче, поверьте мне Хоть там зарплаты ниже, но выживать там легче, потому что там есть продукты, можно выращивать себе Можно есть природа, понимаете, и счастье не обязательно в том, чтобы иметь много денег Много-много людей живут так, что у них не так много достатка, но они счастливы Потому что они имеют более тёплые отношения, более близкие В деревне люди ближе друг к другу, они общаются более родственно Понимаете, то есть там среда другая, и человек счастлив Но если вы, допустим, живёте в городе и хотите развиться, тогда знайте, самое главное развитие – это нравственное развитие и духовное Если вы думаете, что вы без этого развития сможете повысить свой статус в обществе, то это ошибка Часто люди думают, что материальное образование даст повышение статуса Это ошибка Вот у меня есть один знакомый здесь в Питере, у него крупная фирма своя Он говорит, я провожу каждый день, к нам приходит куча людей на собеседование, чтобы устроиться на работу Из них едва ли один имеет качества необходимые для того, чтобы работать А образование у всех очень хорошее, у некоторых даже по два Понимаете, люди часто думают, что просто получив образование в каком-то институте, они смогут устроиться на работу Но хороший работодатель, он смотрит прежде всего на качество человека, сможет он эту работу выполнять или нет Потому что возможность трудиться зависит не от диплома, а от того, как устроена личность Означает нравственное развитие, которое сейчас вообще у нас в стране практически не происходит Человек должен быть мотивирован не только деньгами в труде Он должен мотивировать любовью к труду, любовью к людям, которые у него вокруг находятся Он должен понимать, что он для Бога трудится И этот труд очистит его сердце Он должен уметь не видеть недостатки в старших, которые дают ему работу Он должен много-много чего помимо квалификации и самого деятельности И тогда он приносит счастье в коллективе Это и есть развитие Нравственное развитие невозможно без духовного развития Потому что для нравственного развития в сердце должно поступать очень много душевной силы Менять себя очень трудно Нужно много сил, а силы берутся только свыше Это нужна энергия, божественная энергия, понимаете, для того, чтобы сердце свое менять Если энергии нет, ничего не поменяешь Нужны силы Итак, плюсы и минусы Жизнь в большом городе, плюсы Если вы все-таки настроены на развитие серьезное Тогда учитесь получать знания, как это делать И тогда жизнь в большом городе станет прекрасна для вас Кроме того, надо также понимать, что когда человек живет в большом городе Он должен учиться закрывать себя и открывать в нужные моменты Например, если ты идешь, допустим, по городу и чувствуешь удрученность от людей Тогда ты должен в это время включить лекцию и слушать ее И больше контактировать с внутренней своей природой, чем с внешней Потому что если ты попал под влияние удрученности людей Допустим, ты в метро едешь или в автобусе И тебе тоже так же плохо, как им всем Это значит, ты приносишь зло и себе, и другим людям Потому что человек всегда должен приносить только добро Только счастье другим Есть такой видеоролик в интернет Я вам советую послушать Называется «Йога смеха» Ну то есть человек, и артист, видно, артист какой-то играет, но очень хорошо Человек заходит просто в электричку, садится и начинает там смеяться Через пять минут вся электричка угорает Просто все смеются, это на видео все заснято, как это происходит Люди все просто ухахакиваются там И потом он выходит из этой электрички, садится в другую и делает то же самое Это его работа Просто людям дарит счастье Вот Это утрировано немножко, но суть жизни в большом городе такая Если ты не смог свое настроение дать другим Тогда ты попадешь под их влияние А если их влияние не совсем хорошее, тогда ты будешь страдать и болеть от этого Потому что у человека так устроено все, что психическое тело или тонкая психическая энергия управляет всем, что существует в его жизни Например, каждому органу, каждой клеточке нужна энергия счастья Если человек не знает, как ее получать, тогда у него начинает страдать весь организм Сначала психика страдает, через которую энергия счастья приходит А потом и все органы и системы начинают страдать Энергия счастья всегда приходит из настроя человека Настрой связан с памятью Когда человек имеет возможность вспоминать что-то хорошее В это время он получает развитие и победу над судьбой А когда в его психике сидит что-то плохое, в это время он разрушает свою жизнь Поэтому человек не должен допускать, что в его психике сидело что-то плохое И для этого он должен развивать в себе связь Связь с объектами счастья Веда объясняет, что существует три проявления, три ипостаси Бога в этом мире Одно проявление связано с природой И когда человек верит в природу, то есть он любит природу Тогда он становится телесно здоровым, его тело напитывается правильной энергией Второе проявление Бога это социум, люди Когда человек любит людей, тогда его психика наполняется счастьем в отношениях И он развивается в обществе правильно И третье проявление Бога это его божественный мир Понимаете, это духовная составляющая жизни человека Человек должен также учиться почувствовать непосредственно от иконы От божественную силу, от иконы, от Бога непосредственно Понимаете, некоторые люди верят в природу Они там на лыжах бегают и так далее Они, по крайней мере, эти люди будут здоровы Может быть нравственно они не сильно разобьются Хотя тоже природа даёт какой-то степени нравственное развитие Нравственное развитие означает отношения между людьми Нужно верить в людей, нужно их любить Тогда учиться, тогда человек получает нравственное развитие Но вся сила человеческая в человеческую психику идёт только от отношений со святостью Это самая высокая степень победы Когда человек связывает себя с природой, он становится здоровым Когда человек связывает себя с людьми, он становится удовлетворённым своей жизнью Его психика становится здоровой А когда человек связывает себя с Богом, тогда он проживает эту жизнь не зря Потому что одного здоровья недостаточно для того, чтобы прожить эту жизнь так, как надо Для этого нужно развиваться внутри Сейчас на примере песен я вам как бы дам намёк на веру На то, что такое вера в природу, вера в людей и так далее Во-первых, отношения с людьми и с этим городом Вот где вы живёте? Вы живёте в трущобах? Или вы живёте в великолепном городе, в котором очень много дворцов, памятников, архитектуры И очень много красивых, величественных зданий и очень образованных людей? Или вы живёте в трущобах? Вы живёте в месте сыром и тёмном, в котором почти нет солнца? Просто, где вы живёте, решите для себя Если вы живёте в пасмурном городе, тогда у вас будет одна жизнь А если вы живёте в красивом городе, в котором очень много образованных и приятных людей Тогда у вас будет другая жизнь Просто решите для себя, где вы живёте Если вы этого не сделаете, тогда ваша жизнь будет несчастной Это первый экзамен, который человек должен сдать Потому что человек всегда соединён с тем, о чём он помнит Я сейчас вам приведу пример Я в одном месте поругался с женой Ну, повздорил, не то, что там сильно поругался Шёл с ней вместе, мы шли с ней вместе, рядышком И как бы так напряжённо очень отнесились друг к другу И в это время мы увидели, мы шли в Ганге купаться Мы были в святом месте, мы шли в Ганге Там был очень красивый луг, такой росла трава, красивые цветы И мы увидели двух мангустов, таких зверьков длинных Чёрных, таких красивых, длинных И они фыркали друг за другом, бегали посреди этого луга Как будто не было места, куда бегать Они вот так вот друг за другом фыркали, ругались Хотя очень много места, красивое место Можно было побежать куда-то в другое место и радоваться природе Они бегали друг за другом, почему? Потому что они находились в атмосфере отношений И они не видели ни природы, ни этой, ничего И я заметил, говорю, смотри, вот два мангуста Они ничего не замечают, только ругаются У меня жена засмеялась Говорит, мы такие же мангусты с тобой, как они Давай посмотрим на эту красоту И мы начали радоваться природе И мы сразу же забыли про наши раздоры Потому что человек страдает от нехватки силы Почему человек ругается? Потому что он требует от другого человека счастья А если у него счастья в это время нет Тогда начинаются раздоры Каждый пытается перетянуть счастье себе Ни у кого нет, все мучаются и всё Начинается конфликт Поэтому конфликтов никогда не бывает Когда человек вовремя, смиренно переключается на другой источник счастья Если у него нет возможности счастья испытывать с близким человеком Если он любит природу, тогда он идёт в лес и там испытывает счастье Или просто о нём вспоминает Потому что просто через память можно получить то же самое человеку Через память Ну а что касается того, как вам жить в Питере Давайте вот Вот кто сейчас так себя в Питере чувствует? Поднимите руку Ну вот, учитесь у них, у этих людей А кому здесь плохо жить, тяжело? Видите, значит, у вас нет знания об этом городе Потому что вы хотите его каким-то другим видеть Не такой, какой он есть Он очень красивый, величественный этот город Ищите счастье в нём Итак, давайте немножечко поразмышляем Над тем, что вообще человеку нужно в жизни Первое, что человек должен знать Без природы жить невозможно Но так как город весь заполнен домами Здесь не хватает природы И поэтому человек должен понять, как её восполнять Если человек не может связаться с природой напрямую Значит, нужно ею себя окружать по-другому Понимаете, есть грубый контакт с чем-то А есть тонкий контакт На самом деле человек живёт в тонком мире Вот если, допустим, вы живёте в городе в крупном Сделайте, допустим, себе обои из леса Сделайте себе Допустим, пускай у вас дома какая-то такая щебет птиц Будет играть постоянно Понимаете, когда человек настраивается на что-то Он тут же немедленно соединяется с этим Каждый человек может это почувствовать Когда он кого-то любит Допустим, если ты любишь человека Ты постоянно живёшь с ним Постоянно он рядом с тобой Так? Потому что ты о нём помнишь То есть через память человек связывается с объектом В котором он связан любовью Но для того, чтобы любить какой-то объект Для этого нужно почувствовать счастье от него Поэтому человек, который живёт в городе Обязательно должен ездить на природу И не просто съездив на природу Быстрее там трава собрали Быстрее костёр развежали Шашлыки пожирали Там выпили И поехали быстрее назад Как это люди обычно делают Они леса и не увидели Человек, когда приезжает на природу Он должен силой воли Усилием воли заставить себя Отключиться от ритма жизни городского И начать просто думать о деревьях О лесе Кланяться Может быть там где-то помочь кому-то там Что-то сделать для Когда люди едут на природу Там огородики работают Они очень много здоровья получают от этого Потому что они обрабатывают землю Они понимают, что-то хорошее там делают Ну сделайте скворечники там Поедьте в лесу Ещё что-то там Я видел люди в Риге в лесу Бумажки собирают Они там чистюли такие Что они даже в лесу урны поставили И там бумажки собирают ходят Когда человек в лесу что-то делает для других Или просто радоваться лесу Понимаете? Когда человек это делает Он получает столько силы жить Столько здоровья Что представить себе это очень трудно В древней культуре В древней медицине Описывалось подробно Какие виды здоровья человек получает от леса Какие от солнца Какие от земли Какие от воды Сейчас мы вообще ничего об этом не знаем Женщины часто страдают бесплодием И думают, что это от того Что может быть мне не повезло А может быть я таблеток мало пила Понимаете? Бесплодие возникает от нехватки энергии Женской в организме А женская энергия идет всего от двух стихий От земли и от воды Если женщина больше ходит на речку И она больше соприкасается с землей Тогда гормоны начинают женские Сами работать Потому что единственное, что не хватает В организме человека Это энергии Понимаете? Нам не хватает сил жить И для того, чтобы были силы Нужно любить природу А любовь передается от одного человека К другому всегда Она не возникает просто так У вас любовь к лесу, допустим К морю Не возникнет сама по себе в сердце Она возникает от кого-то Я, допустим, с одним другом пошел купаться в Анапе В Черном море И... Ну, вообще-то это была жена Вот... И когда она со мной покупалась Немножко поплавала До этого она боялась воды Ну, в этом году она больше Как бы старалась это делать Она вдруг сказала Я теперь поняла Что такое море Я почувствовала его Любую Я теперь его люблю И поэтому я хочу больше в нем быть Понимаете? Это перед... А потому что я люблю море Она со мной побыла И передала это чувство И она начала тоже Как бы с ним С любовью относиться А вода это женская энергия Женщине очень нужна Энергия воды Для того, чтобы гормоны нормально работали А получить ее можно только через любовь А когда человек живет в городе Он забывает и про воду И про землю И про солнце Особенно в Питере И любовь заканчивается на этом Понимаете? Но... Но есть другие способы То же самое все иметь И землю, и воду И солнце Если ты любовь к природе Культивируешь с помощью Осознанной жизни Например Можно сажать На подоконнике Петрушку, укроп Даже в Питере Они растут Поднимите руку Кого растет на подоконнике Вот, пожалуйста Нормально растет же? Отлично Когда человек зелень сажает у себя Он уже окружен зеленью Понимаете? Тем более, что с этой травкой У него идет обмен Понимаете? Человек растениям Дает энергию знания А растения человеку Дают энергию своего тела Для жизни Понимаете? Такой идет обмен А теперь Я вам предлагаю Может быть вы уже сто раз это делали Лишний раз не помешает Послушать Силу связи с природой Это крайне необходимо Для тех людей Которые Живут в крупном городе Потому что главная проблема людей Которые живут в крупном городе На санскрите звучит так Шакти храса Шакти означает сила Храса означает нехватка Человек, который живет в крупном городе Всегда в усталом состоянии находится Он находится в депрессии В физической, психической усталости У него не хватает возможности сосредоточиться Или не хватает возможности что-то сделать Ему надо больше отдыха Означает нехватка контакта с природой Только всего Потому что только природа Дает человеку силу жить Сила жить не берется просто так изнутри Она берется из контакта с природой Понимаете? А так как в городе природы не хватает Поэтому не хватает силы жить Я сейчас вам буду рассказывать Разные способы Как эту контакту установить Даже находясь в городе Не имеет значения Потому что есть тонкая связь Через память с чем-то А есть грубая Через тело Даже грубая связь Она все равно нужна Чтобы получить память Ты можешь по лесу погулять И не получить контакта с ним Если ты в это время думаешь не о лесе А о чем-то другом Ты просто внешне там побыл А внутренне нет Потому что все равно Внутреннее именно состояние важнее всего А не внешнее Человек не может жить без здоровья Если у него плохое здоровье Он страдает и болеет И у него нет нормальной жизни А здоровье телесное берется от контакта с природой Моей хорошей Если вы этого не поймете Сколько бы вы таблеток не выпили Толку все равно никакого не будет Потому что чтобы даже лечить вас таблетками Нужна энергия А энергия в теле берется от природы Слушайте Того Кто может вам передать Эту силу Не знаю по какой причине Может быть это и правда про него Но этот певец взял эту силу Он почувствовал В песне он почувствовал связь с лесом И там есть одна фраза Как он с помощью памяти Когда ему тяжело Он туда прилетает Вот вы послушайте Это очень важно Кто из вас почувствовал Раз, два, три Меня слышно, нет? А что у нас случилось? Надо что-то там переселкнуть Сейчас все нормально Раз, два, три Раз, раз Что-то у нас со звуком Какой-то произошел феномен А, я наверное нажал случайно, нет? А что батарейка села что ли? Что мне в руках так все время держать? Ну ладно, нам будут помогать чинить Вот смотрите А там вот здесь включатель Попробуйте включить, выключить еще Там еще, наверное, батареечка есть Она могла сесть просто Ага Итак Кто почувствовал спокойствие Сейчас поднимите руку Вот вы слушали внимательно А все, кто не почувствовали Не слушали внимательно Потому что энергия леса дает спокойствие человеку Лес предназначен для успокоения Особенно, когда люди находятся в сильном стрессе Они могут успокоиться, гуляя по лесу Деревья дают силу спокойствия Они входят этой силой спокойствия в сознание человека И даже если вы, допустим, имеете несколько деревьев рядом с вами И вы на них сосредоточитесь Вы тот же самый эффект получите Даже если вокруг одни большие дома Просто нужно концентрироваться Учиться вот этому восприятию Допустим, кто-то думает О, классная песня Я сейчас послушаю А надо было вникать в эту память о лесе То есть цель музыки была не в том, чтобы побалдеть А в том, чтобы погрузиться в отношения с природой Понимаете? И почувствовать эту связь Таких песен достаточно много Когда человек поет о любви своей к природе Да любовь к природе не что иное Как поступление здоровья в психику человека В это время, когда человек любит природу Его психику, в его сознание входит сила жить Потому что сила жить всегда передается человеку Человек как батарейка Он должен постоянно заряжаться чем-то Если он заряжается только трудностями жизни Своей работой Заряжается атмосферой города Тогда он будет страдать Потому что в городе все напряжены Все хотят победы над судьбой И им жить в постоянном напряжении невозможно Человек будет обязательно мучиться Если он так Ну то есть Если у нас много развития здесь, в этом городе Тогда должно быть много отдыха А если человек не отдыхает Не контактирует с природой Тогда и развития тоже не будет Потому что он просто переутомится и всё Итак, память с любовью о лесе Память с любовью о лугах О горах О воде Кому, например, из вас нравится лес Поднимите руку Это значит, что вы перенапряжены Кому из вас нравится вода Это значит, что вы пребываете в беспокойстве Кому из вас нравится в солнце Это значит, что вы в пессимизме находитесь Вам нужен оптимизм Кому из вас нравится свежий воздух Гулять по свежему воздуху Это значит, что у вас не хватает энергии Но всё это хорошо Это означает просто то, что человек живой Тот человек живой, он всегда питается чем-то Давайте я вам скажу несколько правил, которые вы должны запомнить Если вам не хватает земли То есть вы чувствуете, что не хватает спокойствия в жизни Тогда возьмите, наберите где-нибудь в святом месте земли Тазик Наберите земли Насыпьте себе дома где-то в какое-то место И ставьте туда ножки просто себе Вспоминайте это святое место Или просто работайте Так как у вас ноги будут на земле То на тонком плане вы с землёй будете контактировать в это время Это на санскрите называется удипана То есть удипана означает, что человек с помощью вспоминания Он с помощью вспоминания создает себе возможности контакта с чем-то С помощью напоминания или вспоминания Например, если, допустим, у вас есть какой-то предмет от любимого человека Когда вы берёте его в руки Сразу вы контактируете с любимым человеком Сразу его вспоминаете и чувствуете его Если между вами есть любовь Точно так же, просто, допустим, если вы возьмёте где-то землю Там непонятно где со стройки То у вас не будет к этой земле любви Но если вы возьмёте святого места, у которого есть любовь к вам То есть вы развили любовь к этому месту Вы чувствуете счастье там находясь И вы возьмёте там земельки обычные, просто из-под дерева То когда вы встанете на эту землю, вы почувствуете связь с этим святым местом И сразу же его энергия и чистота придёт в вашу жизнь Понимаете? Точно так же человек должен сажать на подоконнике у себя траву Зелень Это не только для того, чтобы её кушать Вот, допустим, я наложил кучу тыквы в своей комнате, где я сплю Меня жена спросила, ты чё? Я говорю, понимаешь, она меня любит, и я её люблю Ну, то есть я выращивал эту тыкву, как бы я к ней привязался И я её положил дальше, чтобы потом её вырастить опять Как бы семена там в ней растут потихоньку, пока она лежит Я говорю, понимаешь, она мне помогает отдыхать Потому что когда она лежит в моей комнате, я спать ложусь, я на неё настраиваюсь И я успокаиваюсь сразу, у меня становится лучше сон Просто положить тыкву в свою комнату, понимаете, и любить её Это уже даёт победу над судьбой, уже становится легче жить Я вам сейчас рассказываю о вещах, которые очень сильно помогают Это не то, что у меня начинающаяся шизофрения И поэтому, если, допустим, брать зелень, которая растёт на подоконнике То 30% здоровья она даёт от того, что вы её будете кушать Потому что она выращена с любовью, опять же, понимаете, это очень важно Это 50% силы от продукта идёт, если он с любовью выращен и приготовлен А 50% просто от самого продукта идёт Вот представьте, допустим, вам макароны, там, лапшу сварил какой-то алкоголик В состоянии опьянения алкогольного, с матом Или святой человек, понимаете У меня есть один знакомый в Ижевске Он говорит, самое лучшее чувство в жизни Чувство любви к Богу я испытал, когда я прошёл по всему вот этому вот Валааму Я прошёл там в экскурсию, проехал там, проплыл Ну, всё как бы А потом в конце монах, который там живёт Он меня накормил просто молоком от коровы, которую он содержит и доит И хлебом, который он сам с молитвой испёк Я когда начал это есть, у меня, говорит, слёзы из глаз посыпались И я такого счастья не испытал ни в одном храме Понимаете, просто от того, что я покушал его любви к Богу Понимаете, я испытал очень много счастья Это было самое большое счастье в моей жизни Работает? Ну, он, наверное, просто очень сильно сосредоточился на звуке леса И успокоился совсем грамотно 70% энергии, которая идёт от зелени, которую вы посадите у себя на подоконнике Будет давать вам здоровье, энергию жить А вот эти все растения, которые как бы вы сажаете, всякие фиктусы там Они не актуальны, понимаете Потому что их энергия, она не подходит для нашей жизни Она не такая, как у нас Если бы вы, допустим, какую-нибудь декоративную сосну посадили Это было бы актуально Потому что она хоть как-то походит на то, что у нас растёт А если вы сажаете какой-нибудь там Вы не можете настроиться на природу этого места, понимаете Если бы вы, допустим, из Африки были и посадили этот кактус Вы плакали на него слезами любви, как бы И получали от Африки свою чунгачангу Понимаете? То есть счастье жизни Ну, а если вы живёте не в Африке, у вас контакт с другой природой Ну, посадите петрушечку обычную Там, ну, цветочки, которые растут в этом местности Розочки посадите Петрушечку, укропчик Рукула хорошо растёт Ну, такие простые, как бы, растения Они будут давать здоровье Потому что от них будет исходить сила жизни Также сила жизни исходит из проросших зёрен Если человек просто, какие зёрна можно пророщивать Вот любые специи, какие только вам на глаз попадают Там, фенхель, укроп, анис Всё, что можно есть Любые специи, семена Семенные специи, цельные Все прорастают Можно пророщивать горчицу, допустим Семена горчицы Можно пророщивать тмин там и так далее И всё это очень полезно в пророщенном виде Пророщивается, можно взять просто мелкое сито Мелкое сито Положить специи на это сито И брызгать на них вот из брызгалки водой И они начнут прорастать там А потом их собрать Можно перекрутить в мясорубке И кушать, в салат добавлять Эти специи дадут силу Некоторые люди говорят, что нам не хватает витаминов И специи дают витамины То есть эти люди, они всё воспринимают с позиции химии Понимаете, есть разные уровни развития личности Разные уровни сознания Когда человек воспринимает этот мир Как он считает себя грубым телом материальным И что когда тело помирает, тогда и я помираю И меня уже нет То есть он себя считает грубой материей Тогда человек воспринимает здоровье через таблетки Он думает, что только таблетки помогают раз Он пищу воспринимает с позиции химических элементов Белки, жиры, углеводы, витамины Он не понимает, что есть ещё другое в пище Которое он как бы не может понять Например, есть разница между арбузным соком Или арбузом В чём? Вы когда арбузный сок пьёте Те же самые белки, жиры, углеводы Всё то же самое А результат другой Когда ты ешь арбуз, сразу всё силой наполняется В туалет начинаешь бегать По-настоящему Ну то есть всё начинает работать В организме А сока попил, арбузный, никуда не бегаешь Там нет силы Понимаете, вот эта энергия В таких наполненных клетках Эта энергия называется энергией праны Прана или психическая энергия Она содержится в свежих продуктах В том, что выросло на природе Или человек, допустим Проросшие зёрна прорастил Там есть прана Прана даёт человеку бодрость Силу и энтузиазм А если человек, допустим, живёт в городе Нет земли Нет травы Нет деревьев Означает нет праны То есть нет силы И поэтому развивается, как вы говорите А витаминоз Это не а витаминоз Это просто нехватка энергии И эта нехватка энергии достигается тем Что вы энергию получаете от простых семян Семена это как раз те растения В которых меньше всего химических разогрязнений Потому что если в семенах будет что-то не то Они не вырастут просто Понимаете? Поэтому семена Пророщенные Это самый лучший Экологически чистый Классный продукт Нужный для восстановления энергии В городе, когда вы живёте Вы говорите Мне некогда их проращивать Там не нужно много времени Это просто достигается желанием Есть даже специальные сейчас такие приспособления Что вообще делать ничего не надо Туда воды заливаешь Семена бросаешь Всё само прорастается Вытаскиваешь потом И всё Есть такие уже для прорастания Специальные контейнеры Изобрели Если вам не хватает солнца Знаете, что солнце не обязательно брать с неба Есть несколько источников солнца Которые человек может получать В зависимости от того Как устроена его жизнь Допустим, когда человек живёт на юге Он солнце получает от солнца Но если, допустим, вы не живёте на юге То как вы можете солнце от солнца получать? Это невозможно Поэтому солнце от солнца Не получится получать Солнце надо получать от радостных лиц Нужно больше смотреть на радостных людей Потому что это солнечные люди Радость — это энергия солнца Знаете об этом или нет? Когда солнце восходит Птички что делают? Радуются Чирик-чирик-чирик-чирик Да? Когда восходят Люди что делают? Радуются, когда солнце встаёт Петухи что делают? Радуются Энергия солнца берётся от солнечных компонентов И продуктов Такими компонентами являются специи Все специи имеют солнечную энергию Солнечную природу Также солнце берётся от масла Потому что масло является также солнечным компонентом в растении Специи масла Нужно больше добавлять в пищу Если вы живёте в том городе, где мало солнца Для того, чтобы поддерживать энергию солнца в организме Энергия солнца в организме нужна для радости Оптимизма, хорошего иммунитета и хорошего пищеварения Причём некоторые думают, что энергия солнца больше в красном перце содержится Это заблуждение Есть разные виды энергии солнца И лучше, когда люди живут в северных местах Лучше меньше использовать красного перца А больше использовать сладких специй Таких как фенхель, кардамон, анис, мускатный орех Понимаете? Там энергия солнца более приспособлена для того места В котором вы живёте Потому что если вы будете есть перец чили, допустим Который для Индии предназначен, а не для России То у вас сгорит кишечник просто Потому что там слишком много энергии солнца Вы не сможете её адаптировать в своём организме Но если вы, допустим, жили на юге всё время И приехали сюда Вам именно такие острые специи надо есть, чтобы поддерживать своё здоровье Иначе у вас его будет не хватать Допустим, женщины часто приезжают, допустим, с южных мест И они бесплодными становятся, у них не хватает возможности зачать Потому что не хватает энергии солнца Нужно больше есть специй горячих То есть и масла в пищу больше добавлять И тогда энергия солнца через эти продукты придёт И больше радостных песен, радостных лиц, радостных фильмов Всё, что связано с радостью Ра — это солнце Дасть означает давать Слово «ра» переводится солнце С древних языков со многих Понятно? Радость Нужна радость И тогда солнца будет тоже хватать Нужно радоваться Женщина, кто не может зачать ребёнка, поднимите руку Кому тяжело зачать Немножечко об этом Первое Я вам фундаментальные вещи скажу, которые вам помогут Первое Высокий этаж проживания Какой этаж? Высокий? Вот Высокий этаж проживания означает Нет контакта с землёй Нет связи с землёй Если нет связи с землёй То у женщины не работают как надо гормональные функции Потому что они зависят от контакта с землёй Энергии земли не хватает Нужна земля Также нужна энергия воды Энергия воды достигается через любовь к воде Всегда контакт достигает через любовь Любовь чтобы произошла, надо по земельке ходить, чтобы её полюбить А когда её полюбили, потом из святого места себе земельку домой и вспоминаете о земле Понимаете? И у вас сразу начнёт всё работать Потому что человек энергетически связан с этим миром Он не оторванное существо, он себя оторвал, оторвал искусственно И поэтому болезни все эти возникают Большинство бесплодия у женщин возникает не от того, что у них там что-то неправильно работает А просто потому, что не хватает энергии Силы, чтобы заработало Если я знаю много примеров Люди уезжают в отпуск отдохнуть на природе где-нибудь И зачинают там ребёнка У вас так было, да? А, вы что? Просто поднимайте А мужское бесплодие проще Актуально, пожалуйста Я вам сейчас расскажу в двух словах Это очень просто Ой, извиняюсь, не случайно Вот, мужское бесплодие это очень просто Это означает просто, что мужчина лентяй Нет? Вот смотрите, мужское бесплодие лечится Если мужчина начинает заниматься спортом Просто бегать Бегать, прыгать, что-то делать Такое движение Раз Второе Кушать больше корней Корнеплодов Можно специально пить корнеплоды Которые лечат Чай с ними, допустим Это Женьшень Корень Барбариса Корень Женьшеня Корень Пастернака Корень Сельдерея Вот эти корни Можно добавлять в пищу Кушать Больше корней Если женщина хочет Женское бесплодие Бесплодие лечится овощами Которые растут над землей А мужское бесплодие Лечится овощами Которые растут под землей А энергия Означает сырое Понимаете? Потому что Когда человек варит что-то Он лишает этот продукт энергии То есть Другими словами Надо это в сыром виде Больше есть То есть Женщина активизирует Гормональные функции Если они идут Кабачки кушают Патиссоны Баклажаны В сыром виде А мужчины Если они в сыром виде Едят Сельдерей Корень сельдерея И Женьшень Там можно Женьшень заварить Пить как чай Потому что он очень сильный От него много силы Его ослабляют Когда заваривают В сыром виде Он может Перенапрягать человека Итак Когда человек С помощью любви А это означает Непосредственного контакта И опыта других людей Контактирует с природой Тогда В этом случае У него начинают Естественным образом Активизироваться Эти процессы В организме Которые дают ему Победу над судьбой То есть Здоровье достигается С помощью контакта С природой И это очень актуально Для тех людей Которые живут В мегаполисе Потому что 80% здоровья Страдает От нехватки Контакта с природой И люди чаще всего Даже не понимают Что это значит Вот я несмотря на то Что вам это объяснил Вы все равно Не понимаете Насколько сильно Человек лечится Когда он Контактирует с природой Некоторые люди Думают что Климатотерапия Это как дополнение Идет к основному К антибиотикам Ошибаетесь Климатотерапия Это основное Лечение человека Потому что В древней культуре Человек не лечился Антибиотиками Он просто Жил на природе И был здоров Как бык Почему этих Первобытных людей Рисуют Такими крепкими Такими прыгучими Там Ну Потому что Человеку нужна природа Он Когда на природе живет У меня вот Соседи Бабушка с дедушкой По 80 лет Они целыми днями Копаются на огороде И они очень Хорошо себя крепко чувствуют Почти не болеют Они такие крепкие Потому что Они берут силы От природы Продолжение следует